МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... 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 всей рентабельности, и нам будет очень сложно функционировать дальше без повышения цен. Однако, подчеркну, повышение цен – это на сегодняшний день прерогатива Кабинета Министерства Республики Абхазии. Кабинета Министерства Республики Абхазии Кабинета Министерства Республики Абхазии В 2016 году со стороны Российской Федерации нам была оказана разовая помощь только на 2016 год на повышение заработной платы, разовая на один год, по некоторым категориям работников, в частности по органам государственной власти и по правоохранительной системе, за исключением ВДСГБ. Поэтому деньги в 2016 году мы на эти цели получили один раз. Соответственно, в 2017 году на эти цели мы со стороны Российской Федерации эти деньги не получим. Это будет где-то составляет порядка 250 миллионов рублей. Поэтому нам, конечно, мы не имеем права объявленной повышения зарплаты сотрудниками снижать. Мы обязаны выполнять взятые обязательства, поэтому мы вынуждены это делать. Поэтому главная цель выполнения бюджета – это, естественно, наши социальные обязательства. Это выполнение планов и выплаты зарплаты в том объеме, в котором у нас сейчас существует. А финанс-кор министрию хейт, хатбылы жа былпа аху кошек узыргылу министер царейла зара шаукум. Унески аба шуксэй ныргна былпа аху ясун шуксэг бжа кері бжара. А цуқтаны, унески жоқ шуксар заупа былпа ахуаныш тэхэз. Элкау папсана былпыш тармэжу. Яра агуб еуэбш махуэнд кара корганп, хейхараг урэст быланпи. Шуксқа керапхе урэстулы апсаны рэбжанай куша хатры, хатбылы зия ахуа хозы былпа ашақт көр хым шарызым. Уэл шарахна түн урэстбылы ааста апсана былпа аху яхай марьяна атырым. Абиржа көрча былпа аху ласылы сачейтіна көйд, яа гозыр хазын аху яхай марью бапқына аастам. Абсаны финанс көр министер ехөйд, исімза былпа жирмэг көрча хиғу аху көт саана өп, тылыжы ишы ше көдіргілу. Убрияқ нэта былпа аху ясхумха ахуара уадайу пазгуайтид Дмитрий Сериков. Аху брияна гурах ергейті былпа аху ясхаргим уйы үсқа кеша хара кімху. Процент көркін өп, процент көркінзі, а пара хия аху көзір, уймат көп хялцуа. Ахы жүдіру епші былпа аху аныра ана түд әгірц, ерай ехіпшу ахыр хартаку, яххапа транспорт. Дмитрий Сериков ехөйд, а былпа аху ясларгим, а пасаджырт транспорт ахупса ясымлар шаку. Если взять долю расходов транспортных компания, а вернет долю расходов на бензин, на самом деле он незначительным. Потому что, если, допустим, даже на 2% подорожает бензин, то в конечном итоге в продаже какого-то продукта в магазине транспортный расходы, ну пусть составляет 10%. То в конечном итоге даже подорожание на 2% стоимости бензина, конечная стоимость какого-то продукта в магазине, ну должно давать эффект ну максимум 1-2%. Поэтому в чистом виде говорить о прямой зависимости о подорожании топлива на подорожание конечной какой-то либо другой продукции, это не совсем правильно. Апселен финанс-кор-министр Дмитрий Сирикавы изгуаэтейт Абулпа Ахуачейтанакиргим, арабхезэнергілануууэхтбилавауапсира анырра арнам тарпейбш, алчара шраму. Уэй, зіграха ехаду ау. Альбина жіпхайлдар Дамиров, Апсоцеліхупша. Аква акалик басария имютуджи гггулу венижи абаат певнехагылэч инху ауа бсира езныкымква аква хадарих ахюра кирцахян алифткуа рипсахрачацгра ар 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 артарцызы. Мышкуа крабхиамарақ ау сурокуа хацыргын ярлысыны айын көйбіржы ишекургылы хойд алифт жыцква. Алифт көзінзіғақ ашырым амқоян бұқыстахам. Ария Унейхагыл Ауады Козегирчамахам Зараван. 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 Ария Унейхагыл Ауады Козегирчам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok В новом Афоне были демонтированы детали с христианской символикой из алтарной части храма Федора, венчающая на Копийскую крепость. Демонтаж железных деталей установленных деталей монахами новоафонского монастыря вызвал общественный резонанс. Как выяснилось, министерство культуры и министерство культуры и историко-культурного наследия об этом факте ничего не знало. Мы не давали никаких комментариев для того, чтобы изучить ситуацию. Во-первых, удивительно, что мы узнали о том, что демонтаж произошел в октябре, мы узнали сейчас, это тоже вызывает вопросы. Но факт в том, что министерство культуры, конкретно научно-методический совет не давал разрешения на демонтаж фрагментов с христианской символикой, установленных в алтарной части. Не было разрешения. По словам Эльвира Арсали, работы по демонтажу были произведены работниками историко-культурного заповедника «Анакопия» без согласования с министерством, которое является главным государственным органом по охране и надзору над объектами историко-культурного наследия. Хочу сразу ответить на вопрос, почему оперативно мы не приняли решение, почему не рассмотрели. Вопрос сейчас не в том, правильно сделал руководитель заповедника или нет. Нет, вопрос в том, что он не имел права, не согласовав с главным органом, который отвечает за охрану памятников, проводить эти работы. Демонтаж лапидарных христианских памятников министерство культуры считает неправомерным. Этот вопрос ведомство вынесет на обсуждение расширенного заседания научно-методического совета. Также Минкультуры подготовит предложение для внесения поправки в Уголовный кодекс республики в часть статьи 241 «Порчи разрушения памятников историко-культурного наследия». Что касается подробностей происшествия в селе Цебельда, где во время дорожных работ на территории полигона Министерства обороны Абхазии произошло разрушение памятника культуры, группа специалистов заактировала данный факт. У нас очень сложно с реставрацией, потому что нету достаточных специалистов, у нас нету средств. В Абхазии всегда было реставрационное управление, и я, когда работал до войны на археологических объектах, после любых работ специалисты это делали. К сожалению, у нас нету, что-то надо делать, но это абсолютно не значит, что вот так скоропалительно, не предупредив, у нас можно принимать такие решения. Министерство культуры Абхазии продолжит работу по созданию Общественного совета по охране объектов историко-культурного наследия. Также ведомство определит правовой статус музея Абхазского царства и разработает положение об охране и учете артефактов в соответствии с действующим законодательством о деятельности музея. Нисфаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного собрания Парламента Республики Абхазия. Парламентские выборы состоятся 12 марта 2017 года. Образование и опубликование списков избирательных округов с указанием границ численности избирателей и местонахождения окружных избирательных комиссий до 21 января. Образование окружных избирательных комиссий до 21 января. Образование участковых избирательных комиссий до 31 января. Регистрация политических партий и инициативных групп с 21 января по 10 февраля. С 1 февраля текущего года бензин и дистопливо будут облагаться НДС в размере 10%, что существенно увеличит доходы государственного бюджета. Решение об этом правительство приняло в последние дни уходящего года. Как это решение скажется на ценах на нефтепродукты и скажется ли вообще, попытались выяснить наши корреспонденты. Репортаж Сима Аргу. На заседании правительства было решено повысить цены и нажиженный газ в баллонах. Согласно постановлению, уже с 1 января розничная цена за килограмм сжиженного газа составила 50 рублей. Соответственно, 11-килограммовый баллон обойдется потребителю в 550 рублей. Постановление Кабинета Министра Республики Абхазии утвердили цены на сжиженный газ 11 килограммов по 550 рублей. Это утвердили с 1 января 2017 года. Мы этими занимаемся, уже цена изменилась. По словам директора Сухумгаза, это вынужденная мера, так как закупочная цена газа подорожала. У нас в стране спрос на этот вид топлива большой, так как нет централизованной подачи газа и часто происходят перебои с электричеством. Варлам Акаба отметил, что дефицита в газе нет. В среднем в день выезжает 5 машин по городу. Директор Горгаза заверил нас, что из доставки и цена газового баллона не будет превышать положенные 550 рублей. Стоимость как утвержденном варианте мы так и будем настаивать. Водители тоже предупреждены. И подписанный приказ Кабинета Министра Республики Абхазии, что за завышенные цены они будут отвечать. Они несут материальную ответственность. Битум и газ входят в перечень углеводородов, ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не облагается налогом на добавленную стоимость. Но правительство намерено пополнить госказну за счет обложения налогами бензина и дизельного топлива. Таким образом, эти виды нефтепродуктов будут облагаться НДС в размере 10% с 1 февраля. Вице-премьер пояснил, что средства, которые будут получены от НДС на дизель топлива и бензин в 2017 году пойдут на социальные обязательства. В общей сложности правительство планирует дополнительно заработать порядка 270 миллионов рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены и найти выпадающие доходы, которые мы, к сожалению, будем вынуждены понести в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Я бы хотел напомнить, что в 2016 году со стороны Российской Федерации нам была оказана разовая помощь только на 2016 год на повышение заработной платы. Это разовая на один год по некоторым категориям работников, в частности по органам государственной власти и по правоохранительной системе, за исключением ВДС ГБ. Поэтому деньги в 2016 году мы на эти цели получили один раз. Соответственно, в 2017 году на эти цели мы со стороны Российской Федерации эти деньги не получим. Это составляет порядка 250 миллионов рублей. Поэтому нам, конечно, мы не имеем права объявленную повышение зарплаты сотрудниками снижать. Мы обязаны выполнять взятые на себя обязательства, поэтому мы вынуждены это делать. Поэтому главная цель пополнения бюджета – это, естественно, наше социальное обязательство. Это выполнение планов и выплаты зарплаты в том объеме, в котором у нас сейчас существует. Стоит отметить, что топливо в Абхазии и так облагается НДС. Но предприниматели платили с разницей купли-продажи. Теперь же будут платить со всего оборота. Но Дмитрий Сериков считает, что существенного подорожания топлива не ожидается. Однозначно о подорожании я бы сейчас так не стал поговорить. Потому что это очень живой механизм, потому что это товар, торгуемый на бирже, и он имеет ярко выраженную сезонную составляющую. Если зимой топливо стоит очень дешево, условно говоря, то в августе оно может подорожать относительно января-февраль месяца на 30-40%. Поэтому мы ежемесячно отслеживаем стоимость топлива на оптовом рынке. И ориентируясь на ту маржу, с которой работают наши бензаправки, мы тем самым и регулируем стоимость топлива на наши бензаправки в рознице. Поэтому исключать того, что топливо подорожает, конечно, нельзя. Но если оно даже и будет, оно будет незначительно на единицы процентов. Но в любом случае, если это будет, это будет незначительно в процентном сошлении 1-2, максимум 3%. Это максимально возможное подорожание, которое, в принципе, может быть. К примеру я могу привести. Вот у нас цены установлены были в октябре 2015 года. То за этот период, с октября 2015 по декабрь 2016 года, в розничной сети в России бензин подорожал на 6% в среднем, по всем видам. А на оптовом рынке подорожал на 15%, если смотреть год в год. При этом за этот период в Абхазии подорожания цен не было. Поэтому, естественно, топливо будет дорожать. Вопрос, когда, сказать это на данный момент. Я сейчас не могу, но исключать, конечно, это невозможно. В Абхазии цены на топливо и оплату за проезд устанавливает Кабинет министров. И в правительстве уверено, что стоимость бензина в ближайшее время не изменится. Но, учитывая, что у нас в стране не производятся нефтепродукты, некоторые факторы зависят только от внешнего рынка. Еще несколько лет назад между Российской Федерацией и Республикой Абхазии было подписано соглашение о том, что топливо, завозимое, экспортируемое из России в Республику Абхазию, не облагается экспортной пошлиной. Когда это постановление действовало, по-моему, это было в 2011-2012 году, мы получали топливо со скидкой порядка 300-400 долларов в тонны. Это где-то приблизительно получается порядка 3-4 долларов с каждого литра. Ой, прошу, да, порядка 3 долларов. Для нас это была большой экономией, поэтому мы могли себе позволять держать очень большую разницу в цене между российским рынком и нашим рынком. Вместе с тем участники рынка открыто заявляют о неизбежности роста цен на бензин и топливо. При этом пока неизвестно, когда и насколько. Генеральный директор Азида Дамыргабуния заявил, что для сохранения рентабельности розничной сети цены на топливо все-таки необходимо будет поднять. Это продиктовано дополнительно налоговой нагрузкой. Но при этом отметил, что это прерогатива Кабинета министров. Компании, осуществляющей розничную продажу топлива, ждут от правительства взаимовыгодного решения. Понимая социальную значимость нашей сферы, мы на протяжении многих лет эти факторы внешние, которые оказывали влияние на развитие отрасли, старались не перекладывать на население. И если вы обратите на динамику цен, например, в той же повышении цен в России и в Абхазии, то буквально в 2015 году, то есть достаточно много времени прошло, с тех пор мы повышали, в Абхазии повышались цены. Однако, вступающее в силу с 1 февраля постановление, оно, по сути, диктует необходимость повышения цен для нормального функционирования отрасли, для обеспечения необходимого объема и качества нефтепродуктов и оказываемых сопутствующих услуг. Вице-премьер министра финансов Дмитрий Сериков уверяет, что минимальный рост цен на топливо не повлечет за собой удорожание продуктов питания и оплаты за проезд в общественном транспорте. Удастся ли достичь желаемого результата, покажет время. В Сухуми продолжаются работы по замене лифтов. В шестиподъездном доме номер 48 по улице Басария в ближайшее время появятся новые лифты. Об этом наш следующий сюжет. Большинство лифтов столицы технически устарели. Специалисты в Одингоус утверждают, что их надо останавливать. Но это невозможно, потому что есть люди, которые не могут подниматься по лестнице. В городе 420 лифтов, из них 36 были заменены еще в рамках комплексной программы. Что касается выбора дома для замены лифта, то здесь все зависит от его заселенности, от количества пенсионеров и людей, нуждающихся в медицинской помощи. В нашем подъезде все мы пожилые люди. Есть сердечники с инсультом, подняться, сами знаете, очень трудно для нас. До 2013 года по силе возможности сохранили мы лифт, работало. Вот с 2013 года по сегодняшний день мы без лифта сидим. В этом шестиподъездном восьмиэтажном доме по улице Басария поломка лифтов явление обычное. Жители раньше часто своими силами выходили из сложных ситуаций, хотя и к городским властям обращались неоднократно. На сегодняшний день шахты двух лифтов уже расчищены. Жильцами дома и практически готовы к установке новых лифтов. Здесь все было заказано полностью. В машинном отделении российские специалисты работали. Нам говорят, если у вас там внизу противовес, ах, чтобы обреть. Где противовес? Надо обязательно вычистить, иначе мы ничего не будем делать. Вот и мы взяли, вычистили все полностью. Все послевоенные годы городские коммунальщики по мере возможности производили ремонт шахт лифтов. Машинных отделений обновляли электрику. Лифты постепенно изнашиваются, а их приобретение и установка обходится государству очень дорого. Но городские власти решают эту проблему поэтапно, в том числе и в этом доме по улице Басария. Басария-48 – это девятиэтажный дом шестиподъездный. На 16-й год было запланировано установить новые лифты в двух подъездах. Но в связи с тем, что это идет по инвестиционной программе, то, что было в 15-м году запланировано, перешло на 16-й год за то, что немножко задержались деньги. И вот в 16-м году сделали 23 лифта 15-го года, а 16-й перешел сейчас на 17-й год. Но вот уже два лифта уже отгрузили. В течение той недели, этой и той недели уже все 12 лифтов придут, и до конца февраля все будет сделано. Жители многоэтажного дома высказали пожелание, чтобы после замены лифтов городские власти не оставили бы без внимания и непривлекательный фасад здания. Рината Шакай, Беслан Джинджули, Абхазская Тельвини. Сегодня ночью в Абхазии отмечают Аджирнаха, День сотворения мира. В республике 14 января праздничный нерабочий день. Это языческий праздник. В этот день по обычаю режут коз и петухов. Данный ритуал жители связывают с жертвоприношением. Главная особенность этого праздника, почитаемого как в западной, так и во многих семьях восточной Абхазии, в том, что в этот день всех выходцев одного рода собирают у родовой кузни. Вечером 13 января во многих абхазских семьях, где сохранены родовые кузни и наковальни Аджира, совершается специальный ритуал. В этот вечер режут петухов на каждого члена семьи, козленка и открывают запечатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у священного места, либо открывают новую бочку. Женщины готовят свечи на каждого члена семьи и пекут пироги с сыром, очажь и сладости. Мы поздравляем вас с этим праздником, уважаемые телезрители. Пусть в вашем доме никогда не погаснет очаг. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 14-16 градусов. Это все новости на сегодня. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова